Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Мы с вами находимся в теплице. Ну и понятное дело, что сегодня речь пойдет о теплицах. Теплицы, парники, как вы их не называете, есть сейчас на каждом участке, и мы выращиваем там овощи. Ну вот урожай уже вы видите сами. Уже как бы урожай собран, уже кое-что осталось в остатке. Ну значит, что необходимо сделать? Мы начнем подготавливать теплицы к следующему сезону. Подготовка теплиц к следующему сезону будет включать как бы несколько этапов. Ну первый этап, это сама обработка теплицы. Чем она будет делаться, как, я расскажу в этом ролике. Следующий этап, что мы будем делать, это повышение плодородия почвы. Понятно, что на своих участках мы не имеем такой физической возможности убрать весь грунт и занести новый грунт. Это по той простой причине, что у нас как бы все грунты, все засажено, все грунты все равно будут иметь какие-то болезни, вредители. У нас мы занесем в теплицу то, что вынесли, не факт то, что мы занесем более качественный грунт. Ну, будем менять грунт, повышать плодородие почвы. Ну и повышать плодородие почвы, мы можем или грунт заносить, или сеять седираты. Какие седираты мы будем сеять в теплице, от чего лучше отказаться? Обо всем этом и пойдет речь в сегодняшнем ролике. Ну, самое первое, что необходимо будем сделать, это дезинфекция теплицы. Мы уберем все растения, поубирали все растения, и после этого будем теплицу дезинфицировать. Чем мы будем дезинфицировать теплицу? Ну, значит, раньше я всем советовал серную шашку. Советовал серную шашку. Серная шашка, значит, чем она хороша? Что дым, серный дым распыляясь в воздухе, с водой, парами воды образует серную кислоту, и она сжигает и болезни, и споры болезней, и все яйца, и самих вредителей. То есть, после нее все чистое. Но тут выявился один такой не очень хороший момент, что если теплица цинкованная, вот как у меня, значит, эта серная кислота разъедает слой цинковки, ну, и теплица становится ржавая. Вот, то есть, это не совсем хорошо оказалось для наших теплиц. Поэтому, как бы, сейчас уже серную шашку я рекомендую. Но если у вас конструкция деревянная, значит, вы смело можете использовать этот препарат. Смело используйте, дымите, и ваша теплица будет обеззаражена. Следующее, что сейчас уже очень модно рекомендуют, это табачная шашка. Дымокур. Табачная шашка делается уже на основе табака. Но тут есть один нюанс. Есть нюанс такой, что многие блогеры, как бы, рекламируют сильно табачные шашки, она не приносит вреда нашей теплице, но она уничтожает только вредителей. Табак совершенно не действует на болезни. Поэтому болезни, как были в теплице, они останутся. Поэтому, если у вас в теплице были вредители, была та же белокрылка, был паутинный клеш, значит, используйте дымокур. А вот если у вас была мушнистая роса, или что-то другое, фитофтора та же самая, значит, дымокур вам уже тут будет бесполезен. Обращайте внимание на этот нюанс. Ну, конечно, наука не стоит на месте. Появился новый препарат, Бомбер, называется Бомбер. Чем этот препарат хороший? Здесь совмещено, он работает и от болезней, и от вредителей. Этим препаратом, значит, вот такая шашка, обрабатывается, значит, площадь 20 метров квадратных. Ну, и, соответственно, можете рассчитать, сколько вам надо купить таких упаковочек препарата. Ну, таплицу мы продезинфицировали, это понятно. Значит, окурили, опрыскали, это сделали. Но мы же должны помыть. Мы должны помыть, опять же, все наши конструкции. Помыть все наши конструкции, потому что на них могут быть те же самые споры. Ну, значит, моем водой. Ну, как бы, многие советуют брать мыло. Я понимаю, мыло просто моют. Я, как бы, многим рекомендовал белизну, и я продолжаю рекомендовать, потому что этот препарат содержит хлор, а сами вы знаете, что даже в больницах все палаты моют полычем водой с хлоркой. Моют водой с хлоркой, и никакие болезни там не заводятся. Поэтому эффект, как бы, то, что повреждение конструкции, минимально все-таки от хлорки. Если вы разводите 100 грамм на 10 литров воды, ваши конструкции, даже вот такие металлические, сильно не повреждаются. А эффект отмывающий, эффект дезинфицирующий очень-очень хороший. Мыть хоть омыло, мойте мылом, пожалуйста, но не забывайте, что и после хлорки, и после омыла поверхности желательно смывать, смывать чистой водой, промыть чистой водой. Значит, помывка конструкции теплицы, особенно поликарбоната, значит, или стекла, что преследует, какую цель. Цель будет в том, что мы уберем даже грязь, которая накопилась на наших поверхностях и которая не дает проходить солнечному свету в нашей теплице. Поэтому запомнили, сделали. Ну, а теперь, когда мы обеззаразили как бы и поверхность почвы грунта, и стены обеззаразили, что мы будем делать? Правильно, мы будем повышать плодородие почвы. Ну, повышать плодородие почвы можно по-разному. Ну, первый путь, если у вас теплица просто пустая, ничего там нету, вы не применяете амульчу, вы относитесь отрицательно к мульчированию. Значит, мы плодородие почвы будем повышать с помощью сидератов. А вот какие сидераты подойдут в теплице, выбор не так уж богат. Что я посоветую? Это гречиха, это фацелия, и это вся группа бобовых. А с бобовых это может быть фасоль, соя, горох, нут, чечевица, чина. То есть, их тоже немало однолетних бобовых. Многолетние бобовые, я себя не советую по той простой причине, что все многолетние бобовые, даже те же клевера, например, или тот же донник, или та же люцерна, которую некоторые блогеры усиленно рекланируют, они имеют маленькую массу. Это раз, и медленно развиваются. Это многолетние растения, их нету быстрого роста. Здесь он вырастет 15 сантиметров величиной, уникать никакого существенного влияния на плодородие нашей почвы. А вот бобовые культуры, однолетние, они холодостойкие, во-первых, как те же бобы овощные, например, выдерживают до минус 5, и они успеют нарастить хорошую массу нашей почвы. Хорошую массу нарастят, и, кроме того, обрастят почву азотом. Ну, а дальше технология очень простая. Наши седираты мы в обязательном парадке в сеплицах будем скашивать, неважно чем, ножом, косой, или чем-то скашиваем, измельчаем, и обязательно заделываем почву. Заделываем почву нашей седираты, и уже к весне у нас будет рыхлая почва, которая будет быстро прогреваться. И мы, соответственно, сможем раньше приступить к посеву овощных культур на рассаду, посвеживать тот же лук, зеленые культуры посвеживать, на продукцию, салат, укроп, например, рукколу, ну, все что угодно. Можно на этой градке посвеживать, а уже потом мы посадим еще даже помидоры. Все будет развиваться очень прекрасно, по той простой причине, что седираты, которые я вам назвал, они, ну, нет у их родственников, и они накапливают в почве болезни и вредителей, которые опасны для нашей овощной культуры. Ну, а вот, а уже сеть гречку, рапс или горчицу в сеплицах я не советую. Почему? Потому что посев этих седиратов, равно как и некоторых других седиратов, привлекают в сеплицу белокрылку. Белокрылка прекрасно размножается, красноцветные вредители тоже размножаются, и в таких комфортных условиях мы увеличим их популяцию. И они до морозов дадут очень хорошее потомство, которое потом перезимует и на следующий год будет вредить нашему участку. Не забываем об этом нюансе. Ну, следующее, что необходимо для сеплицей сделать обязательно, это с осенью внести органические удобрения. Неважно, это у вас компост, это у вас навоз, и эти органические удобрения мы заделываем почву. Точно так же, наша сеплица как бы накрытая, если она, конечно, не раскрывается, то мы можем внести минеральное удобрение, тоже фосфорное, калийное удобрение, опять же, можем внести нашу сеплицу под перекопку почвы. Сделать такую работу, это нетрудно. Но, вот второй вариант, как у меня, рассмотрим. Второй вариант, рассмотрим, как у меня, значит у меня вся поверхность теплицы всегда мульчируется. Почему я люблю мульчирование? Во-первых, не растут сорняки, и во-вторых, хорошо сохраняется влага. Корни находятся в более благоприятных условиях, не так переграются летом, в жаркую погоду. И вот эту мульчу, конечно, тут же сидират, я сеять не буду. Я просто буду обгашать почву за счет этой мульчи. Что я сделаю с этой мульчой? Ну, во-первых, эту мульчу, у меня вот солома лежит, в частности, я пролью раствором сульфата аммония. Что это мне дать? Сульфат аммония поспособствует скорейшему разложению этой органики в почве. Она скорее будет разлагаться. Пролил сульфатом аммония, увлажнил эту солому и просто-напросто закопал почву. Закопал, взял лопату, перекопал, и все остатки уйдут в почву. Ушли остатки в почву, это уже хорошо, они будут разлагаться и будут повышать количество органического вещества в моей теплице. Но, это не только, что вот я сделал, закопал. Я еще потом по поверхности дам доломитовую муку. Почему я даю доломитовую муку? Потому что шелочная реакция почвенной среды тормозит рост большинства микроорганизмов вредных. А полезные остаются. Та же фитофтора на шелочных средах не развиваются. Внес доломитовую муку, ну, доломитовую муку я просто несу очень легко и просто. Беру доломитовую муку, рассыпаю поверхности почвы и грабельками немного так бараную. Забарановал, она внеслась в почву. А вот через две недели после доломитовой муки что я дам? Правильно. Я еще для профилактики всех болезней, которые еще остались, которые могут быть в почве, дам триходерму профит. триходерму профит я даю точно так же по поверхности почвы. Кстати, если вы не будете заделать глубоко вот эти органические остатки, ту же самую солому, значит, вы, соответственно, можете смело давать триходерму профит. На небольших глубинах она прекрасно живет и во вторых условиях того, что в теплицах и парниках почву пронизает очень медленно, триходерма дает очень хороший эффект, уничтожая и дезинфицируя нашу почву. Сделали так, ваша почва будет уже готова к весенней посадке. Вот, если вы ставите, значит, что это даст? Притокотехнологии, которую я вам рассказал, ваша почва будет более рано готова, весной. Весной ее достаточно будет просто пробороновать, и можно будет приступать к посеву. Если же вы будете готовить почву весной, то не забывайте, что почва пока прогреется, вы потираете где-то две недели, как минимум на две недели вы позже начнете посевы. А при такой технологии почва будет рыхлая, почва будет воздухопроницаемая, и она будет теплая и будет быстрее прогреваться. В любом случае, дали вы органику или внесли мульчу, почву заделали. Поэтому возьмите этот опыт на вооружение. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наши магазины, покупайте наши препараты как в магазинах, так и на Валдберрис. До свидания.